здравствуйте друзья тема этого видеоролика толковый садовый бур мне этот инструмент нужен для двух целей первая цель банальная это изготовление ямок для каких-то столбиков для посадки к их нему деревьев и 2 это разведка поиск глины я посмотрел несколько видеороликов там где люди сами изготавливают эти буры садовые самый популярный метод это изготовление садового бура конечно же из циркульной пилы тоже себе такой сделал попробовал его и дальше расскажу чем его недостатки достоинства а потом мне друзья еще показали еще один садовый бур я им поработал и в этом ролике я сравню этих два буром и вы увидите стоит делать какой из них и как какой из них работает и так прототип номер раз номер один то о чем я говорил буры из циркульной пилы она как ее изготовить вы можете найти кучу этих роликов единственное что это уже переделанный вариант первый я делал вариант здесь выступ был гораздо больше и было еще два хвостовика из прочного металла который ставится на косилках для трактора этот вариант вообще не понравился может вообще бур не работал и видеоролик там где сказано что таким буром за 30 секунд пробурили почти метр это все вранье там и не показывают как они бурят все он не работает на самом деле дальше недостаток какой этого бура если вот смотрите как относительно плоскости земли он становится то узнаю хотя бы элементарные скажем знания которые касаются сверления вообще резания материалов то вот этот вариант он будет работать только вот здесь на этой части здесь уже видите он земля он не работает толком дальше твой конструкции будет работать только одна эта часть то есть вот это все фигня она не нужна она не работает ну и захватывать землю она не будет как бы и не затачивал фактически это больше мучения чем чем возможность нормально работать экземпляр номер два это тот бур которые поделились со мной друзья дали им попользоваться вы видите что он сделан в виде шнека так называемого видите какой угол заострение вообще как передний угол задний угол расположены и если мы смотрим относительно поверхности земли то вот эта часть она полностью горизонтально естественно будет захватываться весь вот этот промежуток и когда вы делаете вращательное движение то он будет этот бур получается за счет того что здесь есть шнек он будет выталкивать землю наружу бурить таким гораздо проще гораздо легче плюс еще вот эта одна пайка она видно из более твердого из более твердой стали сделано ну естественно работает гораздо лучше сейчас вы видите этот бур целиком его высота как видите небольшая метр двадцать где-то но это удобно уже придавать усилия сразу чтобы бур шел в землю и что самое интересное вот таких наставок есть еще по моему две или три то есть мы можем его сделать там до трех метров получается три с копейками бурить гораздо гораздо глубже и на сегодняшний день это одна из самых толковых конструкций которые я вообще видел сделать ее тоже самостоятельно можно я думаю никакой сложности в этом нет ну и сейчас посмотрим сравним работу первого и второго буров и так тестируем первый бур который мой из пилы я сделал небольшой приямок метку где мне нужно что-то пробурить начинаем вот первый слой он снял вот пока работала эта часть пока земля получается плоскость вот так было то он еще шкрябал как только дошла плоскость выше этой части вот так он начал упираться то есть он уже не режет он уже стоит к сожалению на одном месте пробуем дальше то есть он видите фактически землю то не набирает вот все что он набрал за эти несколько оборотов чтобы этот бур работал его получается нужно так под углом вести постоянно естественно во первых это сложнее видите он уже землю набирает и уже как бы он пошел в работе три оборота и вот посмотрите сколько земли таким бурить конечно можно если вот так ковырять под углом и опять таки работает только одна часть режущая для бура садового для ледобура нужна только одна вот эта рабочая часть так он будет представьте если вам нужна ямка где-то метра два если я буду разведывать глину естественно это не самый лучший вариант так бурить снова ставлю вот я вертикально делаю три оборота вытягиваю вот все что он сделал еще раз начинаю наклонять гораздо больше он берет земли и гораздо больше земли вынимаю снова только вертикально делаю все что он набрал как видите за 30 секунд на метр вы не пробурите ну бур номер два который то ли заводской то ли просто толково сделан снова приямок такой же попробуем работать им видите что я вертикально его вращаю и он сразу же вырезается в землю естественно нажимаю я примерно так же плодоносный слой сняли вот теперь смотрим как он дальше будет работать вот второй оборот вот третий оборот смотрите сколько земли он достает то есть разница видите колоссальная скорость бурения гораздо быстрее видите как он врезается легко сколько он земли достает теперь более подробно о конструкции этого удачного бура первое это ручка видите что достаточно удобно сделана она не нужно какого-то широкого хвата потому что даже работая широким буром с диаметром то где-то на сантиметров 20-22 наверно вот этого достаточно этого хватает на конце здесь приварен переходник то есть удлиненная гайка и мы можем сразу либо непосредственно закручивать бур сам либо ставить удлинитель видите что удлинители здесь три но их можно сделать сколько угодно сколько у вас хватит дури бурить здесь сделано здесь поставлена гайка с одной простой целью чтобы если сильно закусит захватит уже то можно было легко с помощью ключа открутить форма сам шнек получается то есть можно сделать из листовой стали здесь два миллиметра вот так вот она выглядит относительно плоскости земли которую она будет на конце просто треугольник варен который естественно вот вот эта его сторона получается шире чем диаметр самой пике здесь расстояние где-то 30 миллиметров получается от режущей кромки до вот этой поверхности сам нож просто наварен с одной стороны и есть два шва с этой стороны здесь я бы зашлифовал было бы конечно еще немножко лучше на конце тоже гайка для того чтобы удобно было снимать этот бур если его вдруг сильно зажимает здесь есть второй бур он меньшего диаметра здесь примерно 12 сантиметров наверное и по моему в комплекте там еще шел еще меньше бур вроде 6 сантиметров ну его со мной нет здесь тоже самое где-то 30 миллиметров вот это вот расстояние и мы поработали больше вот этим буром и видно что вот этот краешек работает больше всего его счищает больше всего ну естественно вот эта вот пластинка действительно ее нужно ставить обязательно какую-то твердосплавную может из быстрорежущей стали потому что вот эта часть будет сноситься естественно гораздо быстрее чтобы более живучий был бур делать из из такой стали более прочной либо можно делать сменную пластинку никто не мешает сюда с потайными головками болтиками все это прикручивать из конструкции очень простая можно самому сделать здесь приваривается этот шов с двух сторон можно самому сделать и поверьте гораздо проще и быстрее у вас получится бурить эти все ваши ямочки в моем случае искать глину такая простая конструкция надеюсь тем кто занимается глиной или тем у кого просто удача это видео пригодится на этом все всего доброго а а